Да, так насчёт вот в руках у меня Библия, да, и я там не поставила момент, когда вот я молюсь, да, вот последние два дня молюсь и прошу Господа показать мне вот та ли та волна вот на правильном ли я пути. И позавчера, или вчера, или вчера, или позавчера, вот мне открылась пророка Исаии, и там у меня вот эта моя Библия, она мне давно мне Люба Ценцарь подарила, и здесь вот подчеркивание, это всё мои. Вы знаете, научитесь делать добро. Первое, пророка Исаия, глава 1, 16. Омойтесь, очистись, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. 17 глава. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Вот вы знаете, вот это именно вот в ту точку, Бласьюня хочет, именно в ту точку, потому что я всем подряд помогала. Я всем подряд помогала, а вот только вот этот год, вот эти последние полгода, я вот у меня, когда вот мама говорила, вот за Настю, которая есть сирота, она никакая не сирота, и вот мама говорит, она там бедная, несчастная. Ну, мама и всё время Серёжа прикрывает, и что я там бросала, и поэтому я вот всё забирала у своих детей, у своих, свою обязанность, и отдавала туда. Так вот, ищите правду, и защищайте реально сироту и вдову. А вы знаете, очень много мужиков, я знаю одну девочку, которая, знаете, вот два года назад, ей упал на уши один парень, который, да, пришёл из детского дома. Но уже, извините, парню 18 или 19 лет, и на уши ей упал, и стал ей вот рассказывать, как ему тяжело в жизни живётся, а сам вот и выше на две головы, и руки, ноги, слава богу, здоровы. Так знаете что? Здесь вот нужно, зри в корень, не спасайте, вы не спасайте, Бог спасает, Бог спасает. Вот реально для меня это как открытие, а реально ли это сирота, вот, а можете ли вы реально спасти, кого вы жалеете, если, если я забираю у собственных детей, ради чего, ради кого, идёт ли это на пользу, идёт ли это на пользу душе. Вот это вчера, вот это вот целый Исаия, я здесь глава, а сегодня, знаете что, вот я помолилась, открываю. Я не помню, в общем, это было там царь Новоходоносор, вот, и я не помню, то ли это первое царство, или второе, или это из Даниила, ну, в общем, в самом углу, это Верхий Завет, и вот сама, вот я открыла, и вот тут вот лево спасёшь свою душу. Вы знаете, о чём я молилась в церкви, когда вот я ровно год назад, вот 7 ноября прошлого года была в церкви на венчании своих детей, и вот что за благословение я лично говорила. Так вот, цель была, чтобы Господь сам решил, какими путями, но самое главное, чтобы Он спас их души. Так вот, моя цель, деньги, всё, это всё, знаете, это вот, первое, спасти душу, всё ради своей души, всё делать только во благо своей души. И вот с моими детьми, вот я, что я не знаю, да, сейчас, девочка, сейчас, сейчас, иди сюда, иди, иди к маме, что бы ни случилось, вот, самое главное, что, чтобы оно пошло во благо душе. Не просто так, там, знаете, вот, только дай мне здоровье, здоровье, Бог, это вот, там, деньги, деньги. А вам что, Иисус Христос, лотерея? Нет, вы, знаете, очень даже ошибаетесь. Иисус Христос, Он 100% человек, ну и 100% Господь. И когда, значит, Господь, когда явился после воскресения, Он уже пришёл не тот, Иисус Христос, знаете, которого так вот, знаете, распяли на Христе, это уже другое, это другой Иисус Христос. Да, Он тот же самый, но Он, знаете, простите меня, Вам не слуга. Он Вам не слуга, Он знает, Он самый справедливый. Смотрите, как православные крестятся, 100% человек, ну и 100% Бог. Он страдал, как каждый человек страдает, всё испытал. И Он 100% Бог, Он мог не страдать, естественно, Он мог не страдать, пошёл добровольно, потому что уже вот те жертвы, те голуби, те овечки, они не нужны. И вот, триеденный Господь, Отец, Сын, Дух Святой. Я уже говорила, вот, как православные крестятся, это моя правая рука. И знак, знак, это не просто знак, знаете, что у меня паранойя. Вот это знак, вот, православные, это есть в этом вот законе Божьем, я тоже за него говорила, Слободского, закон Божий, вместе с картинкой. Знак, вот эти два пальца, 100% Бог, 100% человек, Иисус Христос. Вот эти три, Отец, Сын, Дух Святой, Отец, Сын, Дух Святой, не только Иисус. А Иисус, это Логос, это Слово, не нужно, вот, знаете, вот, сразу нападать на кого-то и с кулаками. Видите, я не нападаю, поэтому я и ставлю, я анализирую. У меня есть мозг, у меня есть сердце, у меня есть душа. Вот когда оно вместе, вот тогда вот нормально будет. И вот, вот те вот пазлы, даже если люди говорят, ой, я того не знаю, где-то оно есть. Знаете, как домики строите, эти вот, как конструктор. Ведь можно разные конструкции делать. Нужно его разобрать, вот те стереотипы просто разобрать и реально выстроить новые пазлы, реальные, потому что, потому что у людей вот начинаешь беседовать и задаешь элементарный вопрос, они его вообще не слышат, они не отвечают. Я вчера переписывалась с одним человеком, который мне написал, что он сказал сотни проповедей, и он говорит, а я всего не помню, что говорил. А не лучше ли сказать? Меньше, да лучше. Потому что я задавала вопрос, а вы помните, что я говорила вот с благословения вот в церкви? Простите, не помню. Я говорю, а мне что, простите, перед Господом прощения просите? И такой себе ответ, о чём мне у Господа просите, если я там по невнимательности сделала, может, слово вам дошло, вот это для вас было, а не для меня. Вы вообще слышите? Я задала вообще другой вопрос. А вы слышали, о чём я, мать жениха, вот какое благословение конкретно я просила? И вот понимаете, что говоришь вот об одном, а человеку впечатление вообще отвечает из другого вообще измерения. И я ещё один вопрос задала. А помните ли вы, кто, значит, когда в Лёше вот после свадьбы, вот там все фотографировались, у неё схватил, это вот, крэмп, судорога в ноге? Я говорю, вы помните, кто массировал ноги? Было два человека, кто массировал? Вначале один человек, а потом второй человек. Кто массировал ей ноги? Для меня это был знак, вот именно знак, вот знаете, вот как знак смирения, как Иисус самовал ноги. Это было изумительно. И вот я поставила вопросительный знак. Помните ли вы, вот кто, кто были эти люди? И поставила вопросительный знак. Человек поставил там какой-то смайлик или что там. Я вопрос задала. Люди не слышат, где вопросы? Они вообще не понимают. Они, вот знак, это вопросительный знак. Так, вопросительный знак означает вопрос. Найдите этот вопрос. Зри в корень. Это, вот это и есть вот то критическое мышление. Это именно то, чему я два года учила. Хоть я не учительница. Я помощница и учительница. Работала здесь в школе в американской. И я учила детей видеть, видеть суть вопросов. Даже у них на тестах. Вот я, Даниил совсем недавно пришёл и говорит мне, Мам, там было написано, а я это, вот знаете, есть вот перевести письменный язык в язык математический. Вот там говорится вот всё, а это нужно перевести в математический язык. Это всё собрать. А вчера, вот на полном серьёзе, человек с высшим образованием на элементарные вопросы мне не ответил. Я там вот два последних, вот я просто задала вопросы и поставила. Вопросительный знак обозначает вопрос. Так где же этот был вопрос? Люди просто в прострации. Они не зря в корень. У них может быть три диплома. Но я не хочу унизить. Я просто хочу, знаете, вот иногда хочется остановить людей просто. И посмотреть. Ещё раз посмотри. Да посмотри же ты. Да что ты не видишь? То есть здесь вопрос. Ты неужели там одно слово ответить помнишь или не помнишь? Кто? Кто были эти люди? Ну а при чём тут какая-то, знаете, вот смайлик? Вообще я не понимаю поэтому. Вот это знак. Вот это тоже знак. Вот. Сто процентный человек, сто процентный Господь. Вот. Отец, сын, дух святой. Когда вы молитесь, почему на правую сторону? Вот это всё. Знаете, это всё очень интересно. Интересно. Это не паранойя. Вот здесь это знание. Для чего? Чтобы не быть невежей. Чтобы не быть невежей. Невежей не ведать. Иисус говорил. Они не ведают, что творят. Они невежи. Понимаете? Вы хотите быть невежей? Ну пожалуйста. А я не хочу. А я хочу, знаете, всё знать. И вот от высокомерия, знаете, вот не надо мне вот это вот, знаете, вот подальше. Вот это гордыня. От гордыни потом все проблемы. Вот так вот.